Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, друзья! Соболь – это животное. Ну, а никто не разбирается в животных так, как знаменитый специалист, а иначе его не назовешь, Ильяс Меркурий, мой близкий друг. Ильяс, привет! Скажи мне, пожалуйста, что это за бешеная интрига, дуэль, которая не состоялась? Как известно, коронавирус – это время не состоявшихся дуэлей. Теперь дуэль между Соболь и Собчак. Притом их тяжело даже было бы произносить. Представляешь, дуэль – СОСО. Собчак – Соболь. СС, Владимир Рудольфович. Я что хочу сказать? Во-первых, выходите с этой темы на тему. С любой, с какой хочешь. Ладно, хорошо. С этой, потому что я планировал высказаться по двум другим темам. Начни с зуб других. Не, я боюсь, у меня вырубит ваша цензура сразу, потому что у меня даже сомнение, что это произойдет. Поэтому давайте все-таки Соболь и Собчак, или Собчак и Соболь. Как я смотрю на это все? Либо мы дебаты, которые не состоялись между Марией Захаровой и Алексом, который Навальный, и Соболь и Собчак. То есть, если мы это смотрим как на одно целое, на одну ситуацию, тогда у нас вырисовывается некая закономерность. Наши юные сетевые друзья, которые нам предлагают светлую Россию будущего, они нам подсказывают, что в той России будущего вся беседа будет происходить через модератору, будет строго цензурировано. Строго. Две минуты и не больше. И только заранее договоренные вопросы. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Нет, там ноль минут. То есть, это прекрасная Россия будущего. Она как-то перестает мне нравиться. Она и раньше мне не нравилась в их версии. Но это строго ограничено. Плюс у нас еще, кстати, Волков просил по полицейскому в каждом подъезде. Вы знаете, это... А Волков в какой стране сейчас находится? Я не знаю. Я даже не хочу знать. Он раньше любил Люксембург. Который, кстати, мне тоже нравится. Люксембург. Но я не политик, как он. Поэтому, наверное, где-то здесь гулять. Я не знаю. Я не знаю. Я не хочу. Я даже не хочу знать, потому что этот герой харассмента, а это ему с веником отпляться. Нет, Навальный, как известно, сейчас ступается за всех женщин, поэтому он делает вид, что не помнит историю с харассментом Волкова, после которого Кац был вынужден покинуть штаб Навального и кричал, что это невыносимо. Но Навальный известный антихарассер. Да нет, у него просто девичья память. Ну, хоть что-то. Я сегодня много что напомню Алексею Анатольевичу. Пусть новый тиктокер смотрит, не отрываясь. Это ужасно. Это ужасно. То есть, опять же, в прекрасной России будущего мы будем жить через тикток. Мне не нравится. Смотрите. Вот если смотреть на эти дебаты, одновременно я анализируюсь, есть закономерность. С одной стороны, есть вот эти, которые нам предлагают светлую Россию будущего. И есть другая реальность, это реальная жизнь, когда тебе говорят, ну там, Алексей, давай поговорим напрямую. Ты говоришь, нет. И там через Соболь или через Кашина, как его там, или через кого-то, или через Пивоварова и так далее. Ну, окей. Давайте тогда встретимся. Нет, Zoom, Moom, я не знаю, что еще там, Skype, Mipe и так далее. Хорошо. Что мы будем обсуждать? Ты такую интересную фамилию употребил. Кашин, Кашин. Это не тот человек, который торчит в Лондоне и получает гонорары от издательства печатного, которое пользуется чуть ли не самой большой поддержкой государства среди печатных изданий. Это не этот Кашин, который поливает власть за государевы бабки. Сейчас, стоп, 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 стоп. Владимир Рудольфович, подождите. Олег Кашин известный персонаж. Чтобы молодое поколение понимало, о ком речь идет, это абсолютно прокремлевский активист в свое время. Потом он передумал по той или иной причине. Видимо, там, он хотел там стать главным нашистом, или что-то такое. Это все было в его жизни. А еще со времен Калининграда. Это не тот, который кинул на деньги Земфиру, обещав написать про нее книгу? Это уже коммерческая проблематика. Это проблема Земфиры. Надо поручить кому-то другому написать биографию. Но она нашла самого ненадежного. Я другому. Этот товарищ, я немного журналистка в солидарность, этот товарищ был приглашен на ваш эфир, чтобы обсудить что-то там с Ксением Анатольевым и Собчак. Вместо этого он оскорбляет Владимира Соловьева. Я к чему? Мало того, что его трудоустроили в комсомольской правде. Это проблема его коллег и главного редактора. Если речь идет о солидарности между журналистами, они должны были тут же позвонить ему вечером. То есть главный редактор и сказал, Олег, при всем уважении, наверное, мы с вами прекратим сотрудничество. Как у них там в Лондоне принято? Ты попробуй в Лондоне кого-то оскорбить в первом эфире, а потом как-то все, ну ничего, ничего не случилось. Но я хочу сказать, КП – это полбеды. Основная беда, что Кашин ключевая там, как-то, ключевая фигура на этих, на ваших там 60 минут. Вот там что он забыл? Что он забыл там? Я написал вчера… Это что такое? Да, могу. Могу. Я вчера написал Евгению Попову, и Женя мне сказал, Владимир Рудольфович, после того, как он это позволил, он у нас больше не появляется и не появится, так же, как и Дмитрий Гордон. Мы проявляем с вами солидарность, и мы этого человека больше к себе в эфиры не приглашаем. Ну хотя бы, хотя бы так. Вот уже хэппиэн. Так вот, возвращаться к нашим уже дамам, Собчак с Соболь. На первый взгляд, после того, как Собчак предложил, давайте я хочу в студию вот этот эт и там прямой разговор, Соболь уже ссылается на самоизоляцию. И говорит, я не хочу нарушать самоизоляцию, давайте потом, давайте по зуму, давайте вот как угодно, только вот я не хочу. Вроде выглядит хорошо, но… я уже делал расследование по сотрудникам, друзьям Навального и так далее. Они все плюют на… Они все нарушали самоизоляцию. Все вообще до единого. За исключением, конечно, может быть, Алексея Анатольевича, он как-то оказался на даче, не знаю, нарушал или не нарушал. Так вот, это все… А у Алексея Анатольевича есть дача? Как интересно. Почему у него не должна быть дача? Я не говорю, что не должна быть. Обычно он рассказывает только о маленькой квартирке, которая у него есть. Нет, я рад, что у него есть дача. Но это дача родителей. С этой квартирой… Это очень смешная история. У него есть маленькая действительно квартира, двушка, где они вчетвером жили. Это в далеком прошлом. Потому что он сейчас живет в немаленькой квартире. Я думаю, метраж там должен быть где-то 150. Ну, там, 154 и так далее. Так вот, он живет уже в других условиях. Потому что, как мы уже знаем, Алексей Анатольевич, как вам сказать, поднялся с колен при Путине. Ну, он богатый человек. Он при Путине стал хорошо одеваться, стал большой любитель американского бренда. Наверное, он с ним заключил сделочку, потому что он все время появляется только в этих костюмчиках. Ну, наверное, там бабло какое-то идет, коммерческий контрактик. Владимир Рудольфович, лучше пусть он так появляется, чем как он появлялся еще, когда он был... Со вкусом у парня были проблемы, это правда. Там яблоко, вы помните, это ужасно, это было ужасно. Пусть лучше так. Он молодец, хотя бы костюм появился и так далее. То, что он там в ТикТок теперь гуляет, это не молодец. Так вот, у этой компании, у этой тусовки... Нет, подожди, это надо видеть. Давайте покажу его в ТикТоке. Это надо видеть, потому что человек еще, оказывается, не умеет петь, у него нет чувства ритма и он не попадает ни в одну ноту. Актер плохой и ощущение, что он в глубоком запое. Он идеально подходит на роль алкаша. Я вам сейчас поставлю один фрагмент одного известного любителя матрасов. его фамилия Шендерович. Посмотрите, ясно, что он это может выступать только на эйхе Москвы. Послушайте его. Но что мешает отменить призыв? Что мешает? Нас кто-то нападает, что под Москвой стоят немцы? Да нет, к сожалению, Меркель не дошла. К сожалению, думаете? Меркель, 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 Меркель. Давайте вы не будете меня заставлять объяснять шутки. Да-да-да, но я это запомню, Виктор Анатольевич. Всего здоровья. Спасибо. Так вот, Меркель не дошла. Меркель не дошла. В смысле качества управления, в смысле менеджмента. Не дошла. Да? Никто, никакие армии под Москвой не стоят. Отменить призыв можно было легко, без ущерба для обороноспособности. Понятно? Не дошла. К сожалению, для Шандеровича. Я не буду объяснять шутку Вите, потому что известно, что было бы, если бы немцы дошли. Меркель, Меркель он имейтуду, в системе управления. То есть ясно, что было бы с Шандеровичем и с его кожей. Напомнить, Витя, что они делали с нашей с вами национальностью представителями. Напомнить, Витя, шуточки твои объяснять. Ты мразь шутишь еще на эту тему. Тебе это шуточки. К 9 мая шуточка. К 27 миллионам погибших шуточка. Хорошо? Давайте еще одного шутника посмотрю. Посмотри, что один мерзавец по поводу Волгограда сказал. Ромаш 34. Василий, добрый день. Я помню, были события с городскими болельщиками неприятные. Никаких не было. Но как ты прокомментируешь то, что если ротор выйдет в РПЛ? Да никак. Я же говорю, я игнорирую ротор. Я не хочу говорить о роторе, который для меня командует города Гопников. Это мое за долгие годы однозначно сложившееся убеждение. Я прекрасно понимал, что в Волгограде живут разные люди. Но я стал только с этой прослойкой. Поэтому мне надоело. И я решил зарядить тему ротора в силу... Вот это отрыгивающая жирная свинья, которая называет жителей Сталинграда гобниками. Вы думаете, он только здесь выступил? Нет, конечно, это сразу с радостью поддержали всякие укросми. Вот эти все укронацисты своего же чувствуют. Посмотрите, эта жирная свинья проявила себя еще в одном качестве. В качестве ведущего. Согласно были люди, которые две недели плюс еще один день бесплатно отдохнули за государственный счет. Вот одному из таких людей, одному из нас мы предоставляем сейчас слово. Алексей Навальный. Видите, большая радость. И заметьте, какие демократические люди находятся. Видите, там Касьянов, Мишка 2%, с которыми это одиннадцатый год. Уже тогда было все про них ясно. А дальше задайте вопрос, а кто такой Лешка Навальный? Вы спросите себя, человек, который все время кричит, мы здесь власть. Вот этот Лешка Навальный, который теперь главный по ТикТоку, он вообще о чем? Вот вы слышали когда-нибудь, чтобы Навальный хорошо говорил про бессмертный полк? Вы слышали Уткин, Шендерович или Венедиктов? Я просто не знаю. Соболь, Волков, чтобы они участвовали в шествии бессмертного полка. Вы знаете об этом? Вы видели их, несущих портреты своих дедов? Или может быть вы видели недобитого власовца Быкова, который радостно бы сказал, что бессмертный полк это прекрасно и готов выйти? Нет. Вы этого не дождетесь. Но покажите мне, есть где-нибудь Навальный, чтобы была фотография Навальный и Бессмертный полк? Вот запрос в Яндекс. Бессмертный полк есть, а Навального там нет. Нет там нигде Навального. Нет. А давайте посмотрим Навальный и Русский марш. Может быть Навальный не ходит ни на какие Бессмертные полки. Ой, смотрите, Навальный и Русский марш. И видите, он всюду. И смотрите, опять же, Навальный за ним. Хватит кормить Кавказ. Ой, 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 ой. Русский выбирает. И там Навальный. И он выступал. И как он говорил, и как он призывал. И как он с националистом Демушкиным радостно за ручку. А там он с Касьяновым и Каспаровым. И с Эхом Москвы. С теми, кого эти националисты, как только будет возможность, мокрого места от них не оставит. Какой Навальный интересный. Кстати, там он тоже кричал на русской марше, что он здесь власть. Так кто же власть? Нация для него власть. Какая нация? А давайте вообще вспомним. А вообще теперь притворяющийся демократом, оппозиционером Навальный, он вообще кто? Он с чего начинал? Не помните эти знаменитые ролики? Нам удалось их найти? Давайте посмотрим на этот ролик. Как этот человечек назывался? Я очень часто работаю с людьми и замечаю, что наше общество разъедает кариес. Эти кариозные монстры называют себя националистами, однако клиническая картина понятна даже не специалистами. В этом случае я рекомендую полную санацию. Бить никого не надо. Все что нам мешает должно аккуратно но твердо удаляться путем депортации. Только те у кого в голове жидкий кальций думают что национализм это насилие. Зуб без корня называется мертвым. Националист это тот кто не хочет чтобы видеть дипломерный националист народ как хорошо объясняет только вот депортации только высылка но давайте начнем с высылки давайте например вышлем Навального и не только его и его друзей с эхо Москвы там же много тех которые дипломирован националисту не понравятся но известно он всегда не любил людей которые армяне не стучая на него была большая проблема их же он называл хачами он же говорил хачи когда его за это выгнали из яблока за национализм но теперь западные сми на это не обращать внимания нельзя теперь Навальный оппозиционер теперь его пригретого к большой нежной оппозиционной демократической груди Альбас Шендеровича и прочих разных людей они что евреи считают то что националист Навальный их пожалеет но заметьте на русские марши этот дипломированный националист с радостью ходит и в тиктоке торчит а вот на бессмертном полку его не было им всем не нравится бессмертный полк и это то что их всех роднит а уткин на бессмертном полку был он смог вынести свою тушу заготовку для фуагра куда-нибудь нет наверное не смог или смог а вы слышали когда-нибудь рассказы от Навального о его родственниках которые бы воевали во время великой отечественной войны наверное такие были он наверное ими гордится так же как гордится Шендерович или как гордится Альбац или как гордится Пархоменко наверное нет я верю любой нормальный человек гордится говорю без всякой иронии конечно больше всех гордится Венедиктов у него правда количество орденов все время у его дедов растет уже целых 7 а что говорил Навальный про бессмертный полк в 17 году давайте посмотрим нас с вами политически активных людей гораздо больше чем у любой единой России любой митинг для них это просто усилия по приводу бюджетников вы посмотрите какая сейчас просто творится мерзость они даже на бессмертный полк сгоняют людей сгоняют студентов это же просто позорище чудовищное они вот эту прекрасную восхитительную акцию которая придумала Томская телевизия ТВ2 они у них значит украли они ее опошлили они превратили ее в административный ресурс они заставляют туда сейчас студентов принудительно приходить и ходить с плакатиками хотя в этом нет ни малейшей нужды сотни тысяч людей в России и так с удовольствием ходят на бессмертный полк но все равно они вот только своими административными ресурсами могут достичь каких-то там своих цивилых показателей ты хоть раз пришел как тебе черные повязочки это да тебя же Васильева лечил или нет я не помню так ты хоть раз на эту восхитительную акцию которую призываешь пришел хочу тебе напомнить Лешенька на русский марш ты пришел много раз а ты тиктокер хренов сколько раз пришел и прошел с бессмертным полком со своими дружочками все эти люди у них есть одно общее прием заметьте как интересно когда говорят и вот здесь я хочу чтобы вы внимательно меня послушали якобы Уткин случайно на меня набрасывается несет чушь его тут же поддерживает Навальный почему я вам показал они всегда работали в паре Уткин всегда выполнял указания Навального Уткин всегда был его тихим спокойным миньоном всегда работает сетка тут же подключается и ты смотришь что псевдолиберальные СМИ пошли спортсру и все те которые там терчат сборище недобитков притворяющихся спортивными журналистами кто тут же включается еще блогеры какие блогеры те которые пытались подружиться с властью власть их послала нафиг не дала денег и дальше они стали кричать что они есть от Соболевых до всяких прочих хренов с горы которые себя проявили когда правильно когда случилась трагедия и когда Кузбасс переживал страшную трагедию что кричали Соболев и другие что они говорили о количестве погибших они нагло лгали они их кайповали почему они подхватили ложь которая шла откуда правильно с Украины и когда вы посмотрите кто их же поддержит вы увидите постоянную связь с украинскими СМИ и с отделом специальных операций кто будет друг друга правильно кто тут же тащит уткина Укра СМИ нацистские кто тут же раскручивает наших этих псевдоблогеров тут же Укра СМИ нацистские любой наезд на меня кто тут же подхвачивает Укра СМИ которые моментально начинают комментировать кто правильно сетка либеральных СМИ в России кто входит в эту сетку знаком лента которая хотя с радостью бегает и делает вид что дружит с Кремлем но лента может меньше хрен с ними знаком ура ру который тоже никак не может понять она то ли с кремлевскими то ли нет немножко здесь немножко там а есть люди откровенные дождь есть люди откровенные эко Москвы их связаны связочки блогеров тут же начинают отрабатывать заказ тут же идет по команде фас и понеслось но что любопытно кто за меня вступается что так называемая кремлевская сетка да кроме моих друзей никто мало этого часть кремлевской сетки с радостью подхватывает и подогревает потому что разные барышни еще вчера в засос любивших одну кремлевскую башню а потом решившие что можно заработать на сетках телеграм-каналов видят во мне и в моих друзьях конкуренцию потому что мы деньги не берем поэтому начинаются сливы вранье подливы немножко подмочить Соловьева потому что им выгодно потому что они привыкли быть ланснехтами и притворяясь что они любят власть и помогают власти на самом деле они продажные которые в любой момент перебегут от власти забудут ее предадут ее потому что для них есть столько деньги и ничего больше и единственное что их волнует это только деньги поэтому единственное когда им бьют по ушам и говорят вы что сволочи делаете они говорят ой это не мы это анонимный канал да все знают чей это анонимный канал ой мы думали это просто смешно да все видят на чьей стороне ты воюешь кого ты пытаешься скрыть все помнят все твои войны против меня дурака не включай все видят насквозь кого и как и зачем поэтому когда мы видим их деятельность врагов они всегда сплочены они всегда тут же поддерживают друг друга они тут же создают хайп они тут же создают волну те которые должны якобы воевать за власть воюют только за бюджеты потому что они накипь потому что у большинства из них нет убеждений нет идеалов они себя чувствуют специалистами а по сути они никто они продажные ничтожества которые в любой момент перебегут к врагам есть выдающиеся профессионалы у которых есть убеждения та же Симоняна и ее люди браво она профессионал есть мои друзья которые за меня стоят горой и они выдающиеся профессионалы и вы их хорошо знаете они регулярно появляются у меня в эфире они состоявшиеся люди и состоятельные они заработали совсем на другом они не продажные твари которые бегут то к Ходорковскому то от него то к Березовскому то от него ищут кто чуть больше проплатит кстати не забывайте ставить лайки и подписываться на соловьев лайф я когда смотрю наезды на Марию Владимировну Захарову я же вижу кто за этим стоит ну что дурака включать мы же видим как всем этим управляет кто поддержал Уткина кто стал всякие делать МБ Хамидия кто поддержал по полному вообще чтобы не было никаких вопросов ни у кого кто поддержал наезд на Захарову сразу пошел сначала им Бахамидию потом подхватывает все эти сволочи заканчивая Навальным теперь вот послушайте меня очень внимательно не забудьте кстати сейчас выйти подписаться на мой телеграм-канал телеграм-канал Соловьев не забудьте подписаться а то вы смотрите не забудьте еще и подписаться на мой канал на ютюбе Соловьев Лайф и поставьте лайки что объединяет всех людей о которых мы сегодня говорили Уткина Шандеровича Навального Волкова что объединяет их всех ну во первых мы с вами хорошо понимаем задача они отрабатывают задачу кто главный выгодоприобретатель кто вообще главный выгодоприобретатель от коррупции в России деньги своровали а куда их дели куда дели деньги которые своровали из России в 90-е миллиарды где эти деньги правильно они в западных банках поэтому кто больше всего радуется наличию любой коррупционной схемы в России кто западные банки они же не возвращают эти коррупционные деньги они крутятся в их экономике поэтому те кто обслуживали коррупционные потоки создавали для них условия а это кохи а это все вот эти сбежавшие на запад бездари 90-х а это Касьяновы это обслуживающие их интересы эхо 90-х все этим занималось оно же что с коррупцией тогда боролось что Альбатса Венедиктова и вся прочая шушера они что были против запада который просто выкачивал все деньги из России в том числе коррупционными схемами нет что если Америка или Англия хотели побороться с коррупцией было так сложно арестовать всех коррупционеров задать вопрос и вернуть деньги народу России что ли хрена лысого Лондон забит коррупционерами многие из которых дружки Навального и отслюнявливают ему деньги на его подрывную работу не случайно же чем занимался в Кировской губернии Навальный что с коррупцией боролся ага на Черногорию накоррупционерил все про него было ясно соточку которую Маша должна была передать о чем он до сих пор молчит это он за что должен был получить от губернатора Навальный который до этого был яблочным комсомольцем который не может объяснить вообще происхождение своих денежек что объединяет этих людей они хотят чтобы России не было поэтому их задача любой ценой вкладывать в головы россиян особенно молодого поколения так как государство вообще не занимается молодым поколением у нас нет государственной идеологии у нас нет идеологии в школе мы ничего про себя не говорим поэтому не отвечаем на самый важный вопрос а Россия вообще о чем что это за страна и тут же мы позволяем всей этой мрази на деньги Ходорковского сеять недоверие неужели россияне могут справиться с пандемией нет все плохие врачи все не так все плохо все ужас и об этом все время говорит Навальный 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 только об этом все плохо все умирают а это вранье а наши врачи боги и они идут и воюют не всякая мразь типа непонятные бабичи с ее непонятным альянсом а настоящие врачи вот они хихикают над Мясниковым а вы посмотрели бы на Мясникова когда он из красной зоны выходит а там такие вмятины от очков и от этого СИЗа вы бы постояли рядом с ним смену а потом еще приехали программы провели чтобы людям рассказывать вы вообще в своей жизни хоть бы одну жизнь человеческую спасли а Мясниковых спас тысячи им вам же мразям это неведомо ваша задача лгать про мою страну ваша задача лгать про мою родину вы же ненавидите Россию вы что жирный подлый мерзавец что тонкий дрыщ вы на деньги Ходора чтобы угодить украинским нацистам и их спонсорам вы же ненавидите страну поэтому для вас победа это страшно для вас победа это как вы боитесь ее вы бежите от нее как черт от Ладана поэтому вы не можете выйти на бессмертный полк вы не можете поднять портреты своих дедов и прадедов которые жизни отдались за эту родину за нашу советскую родину вы ненавидите их а государство молчит ни одно другое государство в мире не позволяет такой подрывной деятельности на своей территории как наше ни одно мы позволяем любой мразе любому подонку любой лживой скотине получать деньги из самых разнообразных западных источников абсолютно непрозрачное финансирование мы позволяем лгать и мы их не караем мы их не останавливаем мало этого мы еще даем зачастую на деньги государственной поддержки или поддержки государственных компаний этой мрази сеять ложь и лить в яд в уши наших слушателей и зрителей это что демократия направленная на уничтожение страны и люди получающие деньги за то чтобы оклеветать самое святое чтобы лгать каждый день наша власть делает очень много и очень мало об этом рассказывает сейчас сравнили поддержку в том числе бизнесу который оказывается всеми странами мира мы на втором месте кто-то об этом знает нет потому что лгут потому что постоянно идет ложь от либерастов которые засели повсюду это не пятая колонна это просто впрямую враги и никто не хочет задать вопрос на какие деньги они живут чьи интересы они обслуживают и какое будущее они хотят для нашей родины я уже видел таких сволочей и я видел девяностые святые они только для тех кто здесь воровал грабил и пил кровь нашего народа а для всех остальных это проклятое время воровал воровал